Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, ролик по поводу Айпла. Многих, может быть, уже подзаколебало, но мне интересна тема сама CBDC и больше разбираем ее, как вы заметили. Канадские продавцы у нас теперь могут принимать платежи BTC на XRP Ledger и Spend the Bits готова к своему первому пилотному тесту получения биткоин-платежей через AESTER XRP. Ну, опять же таки, XRP Ledger это система, которая поддерживается для чего? Для CBDC. Вот, ну, это уже тестируется в Канаде. Ну, в Канаде там вообще показалось по CBDC трекеру, что якобы у нас там раньше. Ну, понятное дело, что это все в США изначально разрабатывалось, я думаю, понятно, потому что, ну, США как бы столица, и, естественно, там все главные разработки. Ну, может быть, и в Канаде, типа, якобы через посредника. Ну, опять же таки, мы же все прекрасно понимаем. Поэтому, и, как бы, говорит, что мы рады сообщить, что теперь мы начинаем первоначальный пилотный проект платежей биткоин в районном времени. Если вы владелец бизнеса в Канаде, свяжитесь с нами по адресу, там и так далее, начать работу через XRP Ledger. Ну, и получается, Spend the Bits это капиталютное приложение, которое использует XRP Ledger, чтобы пользователи могли хранить и тратить биткоин быстрее и дешевле. Некоторые считают, что это лучшее решение, чем Lightning Network биткоина. Вот так вот. Ну, а Lightning Network лишь частично решает проблему масштабируемости биткоина. Во-первых, прежде чем пользователи смогут совершить транзакцию в автономном решении, им все равно придется финансировать его с помощью транзакции сети. Ну, то есть комиссия за транзакцию, я так понимаю, которая занимает много времени с сопутствующими затратами, что делает это решение разочаровывающим для начинающих пользователей. Хотя неясно полностью ли это исправляет Spend the Bits, приложение добавляет биткоин на баланс пользователя после первого подтверждения. Ну, и в целом занимает подтверждение около 3-5 секунд, чтобы совершить транзакцию. Ну, и по факту, нам говорят, что стоит отметить, Spend the Bits подали бы и в поддержку Apple против всех. Точно так же, ну, это так вот, а больше спектакль, они выиграли хакатон по совместимости с CBDC, как сообщалось в ноябре прошлого года, как минимум. Ну, то есть Spend the Bits, тем не менее, так же концепция нацелилась на скорое расширение в Сальвадор. А напоминаю, Сальвадор у нас что делает? Активно закупает биткоины. И вы думаете, это все не связано? Ну, конечно. Вот, канадские продавцы теперь могут принимать платежи, вот, в англоязычных источниках. Потом, универсальная сеть цифровых платежей UDPN запущена для поддержки бесшовных цифровых платежей в нескольких CBDC и регулируемых стейблкоинах. То есть, что это такое? Это не Universal Digital Payments Network, ну, это, типа, универсальная цифровая платежная сеть, запущенная в Давосе в ходе недели Всемирного экономического форума. Вот, ну, и, как мы видим, также представители ведущих финансовых институтов Deutsche Bank, HSBC, ну, какой-то тоже там банк, Standard Charter, помните, Standard Charter заявляла, что биткоин у нас упадет до 5000 долларов, ну, ролик был на канале, The Bank of East Asia, банк, получается, Южной, ой, этой, Восточной Азии, Акбанк, и обсудили быстро развивающийся мир, ну, и, соответственно, может снизить стоимость цифровых платежей и ускорить недели. То есть, видите, они говорят только о плюсах. Совпадение ли это? Конечно. Вот, поэтому сети разработаны по участию глобального поставщика инженерии, получается, GFT, ну, и также компания Reddate Technology, поэтому такие вот дела. Далее, ЕС проголосовал за разрешение банкам держать 2% капитала в биткоинах и криптовалютах, и Европейский Союз продолжает у нас настаивать на четком регулировании, да, вот, больше заняться нечем, ну, инфляция, ребята, подождет, цены растут, подождет, люди там, я не знаю, проблемы там с коммуналкой, подождет. Криптовалюту будем регулировать, правильно, правильно. Вот, поэтому регулирование рынков активов, да, было отложено до апреля 23-го года. Из-за технических трудностей Европейский парламент вчера утвердил новые банковские правила, поэтому Reuters сообщает, ну, Reuters, это у нас издание Великобритании, насколько я знаю, ну, европейское, вот, поэтому, и говорит он, что законопроект о внедрении заключительного этапа постфинансовых кризисных правил глобального банковского капитала Basel 3, начиная с января 25-го года, то есть, как минимум, ну, CBDC будет внедряться уже, ну, к 25-му году примерно, ну, 24-25-й уже в Америке, считай, там, запустился и в Китае, но, в целом, это пока еще такие пилотные запуски, но, хотя уже все, возможно, может быть, запустят и раньше, поэтому имейте это в виду. Вот, поэтому, ну, и говорят, что группа представляет собой тизер USDC, ну, USDC, я думаю, скорее всего, скомонет, я уже рассказывал, почему, поэтому там проблемы у Coinbase, ну, и, в принципе, 40% штата сократило, вы думаете, просто так, да, конечно, нет, поэтому все там уже херово, вот, поэтому банкам ЕС разрешено держать 2%, и, кроме того, банки могут хранить не более 2% капитала, ну, как будет на самом деле, никто не знает, естественно, сколько они там будут хранить, хоть 2, хоть 22, поэтому и других криптолютов в то время, как экономический комитет Европарламента, адобил у нас несколько временных отступлений, чтобы давать банкам больше времени для адаптации, вот, ну, и в прошлом году у нас базальский комитет предостерег от криптолютов, с тех пор банкам было рекомендовано выделять не более 1%, а сейчас на 1% повысили, и, пиздец, просто там, зарешало, наверное, вот, ну, вы скажете, ну, там же зависит от суммы, ну, понятно, да, но все равно там 1%, но это, я не думаю, что это в моей роли сыграет особо, вот, поэтому своих общих активов на криптовалюты, ну, и в целом, утвержденное вчера руководство, основанное на проекте, который базальский комитет по банковской надзоре доработал 16 декабря, ну, то есть, работы над CBDC ведутся, о чем я говорю, вот, представляет собой группу из нескольких десятков центральных банков и банковских регуляторов, которые сами не имеют законодательных полномочий, но разрабатывают стандарты, получается, принципиального регулирования, там, для банков, и, как указал у нас Фергберг, законодатели ссылаются на хаос на рынке криптовалют в последние месяцы, ну, ты что, лютый хаос, а то, что там хаос в финансовой системе, да, инфляция, это не хаос, да, это не кризис, рецессия не началась, да, конечно, как на еще одно свидетельство необходимости такого регулирования, ну, вот, заняться больше нечем, я смотрю, вот, Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны предпринимают аналогичные шаги, а Европейский Союз создает уникальный прецедент своим требованием о том, что банки должны иметь достаточный капитал, чтобы полностью покрыть запасы биткоинов и криптовалют, примечательно, одобрение комитета по экономическим вопросам Европейского парламента является первым шагом в процессе утверждения, и директива еще должна быть одобрена на всем Европейском парламентам в июле, ну, конечно, это будет одобрено, ребят, вы думаете, не будет CBDC, да будет, расслабьтесь, вот, представлено министром финансов стран в Совете Европейского Союза, чтобы правила вступили в силу, вступят, Несмотря на то, что правила могут быть очень негативными, на первый взгляд, следует подчеркнуть, что ЕС не хотят выпускать биткоин, получается, и криптозапрет для европейских банков, а хотят ввести лимит, а также покрытие капитала, то есть, видите, уже, что будет, а лимит, вы думаете, лимитов никаких не будет на CBDC, там, и так далее, ну, как бы, задумайтесь еще раз Один валидатор Ripple удален из UNL XRP Logic Foundation, то есть, у нас был удален один из валидаторов, представило важное обновление, ключевым изменением можно считать удаление одного из валидаторов Ripple, ну, и потом они говорят, что система у них децентрализованная, то есть, захотели, удалили валидаторы, захотели, добавили, децентрализованная система, просто пиздец, действие объясняется необходимостью провести список соответствий с политикой, ну, и какое-то тут дешевое оправдание для детского сада на уровне, там, я не знаю, пятилеток, вот, поэтому И с политикой, согласно которой, один объект не может быть, несколько валидаторов, помимо валидатора Ripple был удален валидатор университета КАИ, вот, тоже, ну, как бы, децентрализованная система, вот, как сообщается, его оператор не отвечал в течение нескольких недель и занимал слот, вот, ну, то есть, занимайте слот, мы посчитали нужным, вы, там, мошенник, поэтому удаляем из валидатора, вот и все, поэтому децентрализованная система и анонимная, конечно же, верим, верим Вот, занимал слот для отрицательного списка уникальных узлов, где временно отключены валидаторы во время сбоев или обновлений обслуживания, в то же время XRP Ledger Foundation внесены дополнения в списки, да, и с обновлением был добавлен у нас ассетейт с какой-то NFT Marketplace на XRP Ledger Не знаю, кому сейчас нужны нахер эти NFT, при том, что это уже скам тема, вот, их работа показала себя хорошим участником сети, с обновлением списка уникальных узлов в XRP Ledger количество валидаторов сократилось с 35 до 34, что является отклонением от правил, поэтому ожидаются дополнительные изменения Другие издатели пока не предоставили изменения в своей списке, ну, опять-таки, это официальная информация, ну, и вот в англоязычном источнике у нас тоже это продублировалось, ну, наоборот, сначала здесь появилось, здесь потом перевелось Ну, и также, видите, этот негатив, даже я просто хотел обратить внимание, что негатив уже подстегивается, потому что у нас начинается постепенно вот уже разгрузка позиций, как минимум, крупных капиталов Вы думаете, то, что цена держится на одном месте, это типа позицию набирает, ну, может быть, чтобы сбрыть еще шарты, финально, может быть, но, опять-таки, я думаю, тут уже идет разгрузка позиций и дальнейшее скоро погружение уже Ну, когда это будет, мне абсолютно похер, поэтому будет, когда будет, мне главное, чтобы достигли мы ценовых диапазонов, которых я ожидаю Вот, поэтому, ну, и, в принципе, Apple против всех, сторонник ИСА хочет остаться анонимным у нас и так далее, ну, и, в целом, как мы видим, по поводу того, что сторонник СЕК проявил веские причины там какие-то Ну, и, по большому счету, в ответе указывается, почему важно, чтобы личная информация инвестиционного банкера Декларента была скрыта от общественности Поскольку это увеличивает вероятность того, что их коллеги хотели бы столкнуться с угрозами со стороны тех, кто следит за громким делом Ну, опять-таки, Apple Labs возражает противоаргумента, в первую очередь утверждает добросовестность, добросовестность там какую-то, а, добровольность Ну, такой вот, знаете, вилами по воде писан, ну, и говорит, что вот, там, попросил судью удовлетворить ходатайство Ну, в общем, продолжается канитель какая-то, вода водой В воду, кстати, лайткоина, самое интересное, что действительно, вот у нас там увеличила активность Ну, конечно же, пытаются хомячков загнать и в лайткоин, в том числе, потому что же халвинг Пытаются загнать в аду кардана, там, в XRP, да, ну, вот, совпадение, да, ребят, что постоянно загоняют в одни и те же монеты То есть, естественно, крупняку надо разгрузиться, ребят, давайте, заходим Нам надо разгрузить позиции, бегом зашли, закупились Вот, поэтому UIST XRP PRO DITON примет участие в важном ситуации В важном слушании для всей криптовалюты Ну, не знаю, что там такое важное, ну, типа, 30 января, пиздец, какая важная дата Поэтому, ребята, все, сейчас там вот эти все суды, там, и так далее, это все реально, поэтому, да-да-да Вот, 30 января все решится, уже там, тузимун и бычий рынок, там, и кризис закончится Инфляцию побороли, и все, на ноги стали, поднялись, и ух-ух, блядь, ты шо, разносим Поэтому имитаторы Apple и Binance нацелены на держателя XRP через поддельную программу ставок Ну, и, как мы видим, какие-то там мошенники предлагают рентабельность 31% для токена Который основан на консенсусе Proof of Stake Ну, как бы, уже понятно, что XRP не основан на Proof of Stake Ну, то есть, действительно, мошенники настолько тупые Если, ну, понятное дело, большинство людей, в принципе, тупые, потому что они не проверяют даже информацию Но, как бы, если ты хоть немного осведомлен, ты знаешь, что это все не на Proof of Stake А работает на своей системе, там, я не знаю, Odal, да, и типа говорят, что Важно отметить, XRP не может быть поставлен и не работает на Proof of Stake То есть, и по факту его нельзя, ну, вообще майнить, как бы И, ну, добывать-то его можно, скажем так, с помощью, там, стейкинга какого-то Но, в целом, ну, может, по поводу майнинга я немножко ошибаюсь, но По поводу Proof of Stake там не было никогда и нет Понятное дело, там есть валидаторы, но, опять же-таки, нужно иметь в виду, что это просто уникальная особенность самого Рипла Вот, поэтому, а не потому, что там он на Proof of Stake работает И почему слушание от 30 января может навсегда изменить ход судебного процесса И почему же, давайте глянем Потому что, говорит, считает одно из самых важных событий Сек признала, что значительное количество держателей, там, токенов и так далее Что стенограммы слушания будут обнародованы, там, и так далее И комиссия по ценным бумагам требует постоянного судебного запрета Но мы-то точно держимся, там, и так далее Ну, короче, такое вот, ничего там важного Вот, еще одно заседание, еще одно, там, бла-бла, называется, понимаете Рыночная капитализация XRP выросла более чем на 1 миллиард долларов за 24 часа Вот это да Благодаря возросшему интересу инвесторов Ну, как бы, капитализация-то цена, умноженная на количество монет в обороте Ну, как бы, от того, что там капа выросла, типа, на 1 миллиард Но это можно и накрутить, эти все объемы, поэтому это все такое Вот, далее, по поводу ликвидейшенов У нас, как мы видим, продолжаются, в принципе, народ думает, что он заработает При том, что у крупного капитала есть инсайдерская информация А вы не знали, да? Вот, поэтому есть инсайдерская инфа, по которой они торгуют И могут воротить рынком, и они знают, куда он пойдет Но толпа думает, что, типа, сейчас они, там, зайдут на фьючерсы, там, на хьючерсы, на маржу И, типа, ну, ладно, там, на споте еще можно попытаться Но, как бы, когда люди заходят на маржу, либо фьючи, тем более, с какими-то, там, лютейшими плечами А так как волатильность небольшая, то люди так и делают, да, заходят, там, больше второго плеча Там, пятое, десятое, сотое, там, двадцатое, ну, короче, вы поняли То есть, идиотизму людей нет предела Ну, и вот, людей бреют, зарабатывают на них, там, миллионы, миллиарды долларов Сотни, там, миллионов, миллиардов долларов каждый день Но это для людишек не показатель Они считают, что все-таки я особенный, не такой, как все, и я-то точно заработаю Ну, как бы, а потом мне говорят, что большинство людей неумственно отсталые Ну, да, конечно, вот, поэтому, вот еще один показатель Поэтому, далее, я говорю сейчас не только за комьюнити, там, какое-то СНГ Или еще какое-то вообще в целом Ну, большинство людей таковые, к сожалению Вот, и это не оскорбление, это факт На правду не обижаются Вот, поэтому, ну, у меня-то адекватная аудитория, я на это надеюсь Вот, поэтому мы инвестируем в долгу и не ебем мозги Вот, поэтому, как мы видим, то есть, ликвидация уже, там, сформировалась на 2, может, даже 2,5 миллиарда В целом ликвидации продолжаются Ну, пока, как бы, наивные хомячки пытаются, там, да, блин, это Байбит уже заколебала Поэтому, в жадность у нас остается Как минимум, вообще, она пиковая Если глянуть, кстати, интересный момент, хотел показать Посмотрите на логотип, видите, вот этот криптокаренси трекер, да И посмотрите на логотип серого То есть, Kronos настолько бездарная, и Kriptocom настолько бездарная биржа Что они просто взяли с копипастили логотип отсюда Вы скажете, ну, может быть, наоборот, криптокаренс? Нет, криптокаренс работает давно уже Насколько я помню, ну, тут показано 23-й год Но, в целом, ну, я не знаю, с какого момента он работает Вы скажете, ну, может, они с копипастили Все может быть, ну, то есть, как бы Но, потому что я видел, они меняли логотип Они сначала были Kriptocom, потом они Kronos А теперь они здесь еще аватарку поменяли Ну, короче, в общем, я уже рассказывал, что надо понимать, что Кронос и Криптоком такая биржа, ни о чем уже. Вот, и плюс мутные дела там с Гейтайо, поэтому там ликвидности нихера нету. Вот, и плюс они банили там и Крилла Эванса просто так, и пока он не вышел в медиапространство, они его не разбанили. Ну, то есть, понятно, да? Вот, поэтому, и по поводу индекса страха и жадности, как мы видим, здесь он все равно на уровне 50, если смотреть этот, ну, индикатор, то все равно это очень большие отметки, то есть, чуть ли не, ну, когда был бычий рынок, но это опять же-таки бред, и как мы видим, мы поднялись практически до отметок, да даже не практически, а поднялись до отметок 19-го года, когда был вот этот отскок, а потом после дампа, да, то есть, очевидно, у нас скоро напрашивается как минимум коррекция, а как максимум дамп очень жесткий, с обновлением минимумов, ну, или как минимум возвращение к тем же отметкам, где мы и были. Поэтому тот, кто заходит сейчас, банально можно даже смотреть индекс страха и жадности, если вы вообще ни в чем не разбираетесь, ребята, просто смотрите, если отметка выше двадцатки уже, ну, давайте даже выше тридцатки, от тридцатки и выше, то все, смысла заходить нету, надо ждать коррекции. Понимаете, а если вы видите даже, ну, тут даже мозгов не надо, тут просто смотришь, что здесь пиковые значения, здесь то же самое, и коррекции не было, даже, ну, не то, чтобы обвал, а просто даже коррекции, заходить смысла нет, но люди все равно заходят и думают, не-не-не, будет дальше расти, ну, окей, хорошо, вот, поэтому без проблем. Может ли дальше пойти? Да может, но, естественно, это все просто толпу загоняют ради того, чтобы она, конечно же, заработала, да, и для этого выделяются сейчас там 0% комиссии, сейчас мы найдем, вот, поэтому, где тут оно, вот, 0% комиссии, что-то не высвечивается сейчас, ну, ладно, потом высветится, ну, тут все равно написано, вот оно, вот, типа, трейдинг пар, фитом и так далее, давайте торгуем, ребята, зарабатываем бабки, ну, нам, вот, нам китам и нам биржам, поэтому пока вы хомячки наивные будете терять, мы будем на вас зарабатывать, ну, то есть, ну, я не знаю, насколько надо быть реально тупорылым, чтобы действительно верить в какую-то халяву, что, типа, блядь, ты там заработаешь, ну, хорошо, заработайте на периоде, там, год, два, три или пять, десять лет, и я посмотрю, как это работает, ну, я же, даже если заработаете, вам либо заблокируют аккаунт, либо, соответственно, не дадут вывести прибыль, я уже неоднократно с этим сталкивался, и люди мне писали, и рассказывали, что, да, заблокировали, причем люди могли заработать там и несколько тысяч долларов, и несколько десятков, и сотен тысяч долларов и так далее, но обычно, чем больше сумма, тем больше вероятность, что вас заблокируют даже просто так, даже, даже спотовый аккаунт, понимаете, поэтому, ну, это реально надо быть идиотом, чтобы держать большие суммы на бирже, понимаете, тем более на одной, вот, поэтому, ну, люди не соблюдают банальные меры безопасности, а потом они удивляются, о, я потерял бабки, ну, так, сука, если ты мозги не включаешь, кто тебе виноват, поэтому, если они у тебя есть, поэтому, ну, то есть, обвал однозначно неизбежен, как мы видим, естественно, у нас формируется вот это, типа, поджатие, но большинство людей думают, что, типа, да-да-да, сейчас нам пойдем выше и так далее, ну, мне похер, то есть, я глобально жду свои цели, еще кризис нифига не закончился, крупные капиталы разгружают позиции, ну, а наивная толпа, то есть, у нас даже можно смоделировать, кстати, смотрите, ситуация похожая прям один в один, смотрите, вот здесь вот была такая же ситуация и потом дальнейшее падение, вот просто один в один, сейчас вам покажу даже, вот здесь, смотрите, просто один в один, вот она, вот она, ну, плюс-минус похожая, да, то есть, и вот так вот может у нас произойти падение, то есть, ну, понятное дело, падение там в район минус тысячи он не будет, то я, конечно же, может быть загнул, но в целом, если посмотреть вот так вот, то, ну, тут не получается, Ну короче, вы поняли, сейчас я покажу Если глянуть вот здесь, то у нас было падение Насколько примерно? Минус 70% Ну давайте даже глянем на 70% Сколько это у нас будет Это у нас будет сколько, сколько, сколько Сейчас мы посмотрим Сколько у нас тут было Минус 70% Ну отсюда даже минус 70 Это уже будет около сколько Ну плюс-минус где-то 500 долларов Ну да, 500 баксов То есть 500 баксов вполне вероятно Но так как у нас уровень поддержки где-то в районе 350, я думаю вполне можно и вот так упасть. Многие скажут, что это не будет такого, не может такого быть. Ребята, мы можем хоть на 100 долларов упасть, условно. Я, конечно, не верю в отметки марта 2020 года, но в целом, если посмотреть эфир, сколько до этого падал, ну, 90... Ну, давайте вот. 90% хорошо. Давайте глянем от пиков. Сколько он падал? 90% это сколько у нас? Ну, это плюс-минус, опять же таки, 400 долларов. Ну, примерно. Если учесть, что мы чуть больше даже падали, ну, хорошо, там, пускай будет, ну, 400 баксов. Вот. И вы думаете, этого не произойдет в этот раз? История повторяется, ребят. И каждый раз людишки думают, что, типа, не-не-не, в этот раз все будет. This time is gonna be different, да? No-no-no-no, please. This time is gonna be different. Как это из видоса, да? Из про файка и третьей, который я рекомендовал посмотреть всем, потому что большинство людей себя там узнают. Потому что большинство думают, что, типа, не-не-не, сейчас кризис, сейчас-то все сейчас по-другому, да, сейчас не будет падения, ну да, ага, сейчас, надейтесь. Вот. Поэтому и думаю, что, типа, не-не-не, в этот раз не будет так жестко, не, сейчас же все, власти там все наладят, все будет хорошо, они же там о нас заботятся и так далее. Ну да, конечно. Вот. Верите в сказки дальше. Поэтому и, соответственно, там, регулятор, там, я не знаю, киты, конечно же, хотят, чтобы мы заработали. Ребята, они хотят самим заработать, а лё, блядь, нахер вы им срались, чтобы вы там заработали. Какая вообще разница китам, что вы там заработаете и не заработаете. Всем похер, абсолютно на вас. Абсолютно насрать. Ты никому не интересен, я никому не интересен. Всем на всех насрать, что в реальной жизни, что тем более на рынке, ребята. Это жесткий, жестокий, циничный мир. Поэтому выкиньте вот эти свои влажные фантазии, розовые сопли. И как только вы это поймёте, будет тяжело. Но даже не поймёте, а осознаете. Вот. Но зато вам будет легче двигаться по жизни. Если вы питаете иллюзией, что вам кто-то поможет, кто-то вас там поддержит. Ребята, там всем похуй. Всем насрать абсолютно. На каждого из вас. И на меня в том числе. Вот и всё. Даже самым близким. Поэтому ты один по жизни. Вот и всё. Вот что я понял ещё лет пять назад. И мне это очень помогает. И когда ты живёшь без ожиданий, тем более от людишек, то это очень сильно помогает и помогает тебе расти над самим собой. Ты сфокусирован на себе, а не на том, чтобы типа возлагать надежды там на жизнь, на людей. То есть я ответственный. Вот и всё. Поэтому, ребят, кто питает иллюзии, там думая, что типа рынки там хотят, чтобы вы заработали. Нет. Хотят, чтобы заработали на вас. Ребята, хотят на вас заработать биржи, криптопроекты и так далее. И 95, если не 99 процентов проектов, с этой целью и создаются. А если вы думаете там на благо общества, помочь людям там за всё хорошее против всего плохого, ребят, ну это просто балаболы. Вот и всё. Ну, то есть это даже смысла верить нету. Вот это ахинея. Вот и всё. Поэтому, ребят, всем удачи. Всем пока. Кстати, ленте, у меня как багнулся график. Вот. Такие мысли. Пишите, что думаете в комментах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!